друзья всем привет 26 июня посмотрите какая у меня здесь красота эта беседка все это время здесь у меня были сборные такие конструкции китайские несколько лет у меня стояла одна беседка вот от нее вот как раз вот этот вот по периметру навес остался вот но со временем она конечно железо там очень тонкая на вся развалилась потом я покупала другую конструкцию у которой прямо в первый же сезон скажем так навес то есть конструкция осталась она вес этот просто весь просто посыпался порвался от солнца вот и в прошлом году мне сделали вот такой вот скажем так каркас то есть это стал бы установлены основание хорошее такое и сверху профлист то есть все это основательно все это в бетон все эти столбы установлены ну как бы и по размеру я попросила как раз таки подогнать под тот по ту вот эту вот сетку которая у меня уже как бы есть вот мне это сделали слава богу в этом году вот я сетку эту натянула сетка подошла по размеру единственное да что пара по верху я вот так вот прикрепила на такие вот веревки все это пришлось прикрепить потому что но здесь как бы не под те трубки все это сделано и немножко снизу конечно вот это вот с снизу это тоже расстояние осталось открытое ну как бы я не считаю что это прям супер плохо вообще мне показалось что это классно друзья давайте немножко пройду покажу что беседки и покажу гортензии которые у меня там сейчас находятся там находится сейчас немного крупнолистных гортензии а также я перенесла сюда еще древовидные так вот так вот по периметру смотрите здесь площадка нам не засыпано засыпано уже много лет назад здесь у меня сидят растения которые такие тени выносливые потому что солнце вот это вот все дневное солнце и здесь как раз беседка создает им в днем тень то здесь у меня растения которые любят тень хосты здесь у меня аквилегия смотрите какие хосты выросли огромные просто даже не передать 50 сантиметров высота здесь у меня две разные хосты сидят это у меня бузульник посмотрите какой он шикарный он все время до этого пока беседки не было отсутствовала на все время горел листья страдали паникал посмотрите какой он в этом году тут метра полтора высота у него он еще не цветет только выходит на цвет вот бутон как же он любит такие тенистые вот места лопчатка здесь еще одна хвоста здесь лук декоративный в общем все как надо друзья в этом году все как надо папоротник разросся конечно же он вообще для него это все место прямо самое наилучшее давайте посмотрим что беседки беседки у меня здесь такой шикарный диван смотрите часть его конечно который у меня находилась здесь уже не один год это года два до наверное выгоревшие да видно по цвету что она совсем разная а этот диван мы на и на днях просто вынесли с сарайки там он просто хранился вот эта вот часть дивана насколько видно разницу такой вот уголок этой беседки мягкий уютный стол конечно здесь надо будет поменять потому что стол здесь ненадежный я его брала в свое время такой самосборный но вообще хлипкий хлипкий моего тут как смогли скрепили на саморезы но очень плохой очень ненадежным поэтому не рекомендую такие столы лучше какие-то более прочные но попроще скамеечка и на скамейке друзья гортензия крупнолистная повторюсь да вот эти вот все маточники которые я получила с успеха да они все по-прежнему находятся в горшках в технических я их не пересаживаю жду отцветания потом будет пересадка они просто поставлены в кашпо то есть это вот такие горшки смотрите рембрандт серия смотрите что я сделала то есть я в горшке насыпала перлит увлажнила его потому что здесь конечно же вот такая корневая который также надо находиться во влажном состоянии ну и смотрю за влажностью грунта постоянно поливает вот пока стоят так не все здесь сорта просто потому что здесь мне не хватило горшков пока выставила на скамейку потому что у нас погода такая сегодня такая завтра может быть дождь буду выставлять выставлять их на носа скамейки их выставлю либо сюда здесь утреннее солнце либо выставлю вот сюда друзья здесь более такое тенистое место конечно же на скамейке они стоять не будут просто сейчас пока временно по сортам давайте посмотрим по сортам очень интересно рембрандт почему я сюда выставила рембрандт потому что это гортензии которые четыре раза за сезон меняет свою окраску понимаете то есть а меняют они ее в зависимости от освещенности от условий то есть вот эта вот освещенность если она будет максимально комфортно они будут ее максимально выдавать так смотрите вот это вот сорт это сорт сейчас я вам скажу это сорт rosa glory смотрите друзья rosa glory красный красный сорт посмотрите какой он у меня вот почему вот такая окраска да почему такая окраска получилось я как бы много смотрела там по роликам красный сорт почему так потому что мне кажется что садовник в какие-то сорта просто закладывает сульфат алюминия но это не афишируется то есть какой высот получите но синий и либо красные то есть это все лотерея вот второй сорт тоже rosa glory где-то вот здесь вот красная каемка пошла на лепестках где-то также синяя и начала разбираться тоже посмотрела ролик на ю тубе прошлогодний где показывается что именно вот этот сорт может быть в разных окрасках абсолютно в разных не подписывается какой-то blue либо pink грубо говоря поэтому вот что мы получаем то мы получаем но мне кажется что это этот сорт просто немножко в другом оттенке вот два горшка rosa glory друзья дальше сорт это сорт было печь смотрите какая красота посмотрите сам по себе очень небольшой невысокий да посмотрите какие шапки вот это вот одна шапка тоже меняет свою окраску в течение сезона когда только это гортензия расцвела она имела более такие вот насыщенные красные оттенки сейчас она ушла более в такой зеленый цвет пуговка начала голубеть сульфат никакой не добавляю то есть вот это вот синева она сама по себе возможно какой-то тоже сульфат алюминия там добавлен изначально еще один сорт из серии rembrandt это сорт elegant rose посмотрите какая это шикарная гортензия невысокая мне кажется тут сантиметров 30 смотрите какие соцветия вот сейчас они она тоже была такая ну по розоватая вот так вот она распускается молочные уходит появляются розовые оттенки и вот это вот соцветия соцветия которое более такое взрослая она начала приобретать такой видите сиреневый оттенок просто шикарная набитая плотная красавица так это тоже получается или контроза но еще не на полном роспуске почему-то она какая-то у неё запоздание вот еще одна гортензия из этой серии это гортензия vibrant verde еще только начало роспуска кружевные вот такие вот у нее лепестки резные не кружевные резные дальше уже будем наблюдать еще у меня один сорт я просто сюда еще не вынесла потому что не хватило у меня кашпо друзья пока так вот и небольшой обзор 3 в видной гортензии 3 в видную гортензию я пересадила больше объем в общем рискнула потому что не хотела пересаживать когда гортензия находилась на стадии бутонизации цветения да но все-таки рискнула пересадила вроде как-то нормально здесь у меня получается из-за набыльки три сорта то есть стронг анабель посмотрите какая-то мощная вот реально стронг реально это получается сильная такая гортензия да не настолько сильные соцветия насколько сильные побеги стронг анабель потом вот это вот гортензия это свет по-моему анабель да это свет анабель так вот сейчас у нее шапки окрашиваются и еще одна из анабель это руби по-моему анабель да друзья это руби по-моему анабель вот такая вот красотка вот ее бутончики и две гортензии из это получается было рогатца было рогатца планчетта вот такая невысокая и было рогатцам могу бед новиночка ну конечно же сейчас еще не полный распуск но посмотрите какая-то мощь какая красота я их пересадила получается так 5 литровый бумажки и они еще плюсом стоят вот в таких кашпо пересыхает грунт достаточно быстро поливаю постоянно вот покажу конечно же уже потом на полном распуске но мощные гортензии ничего еще не резала не срезала пока еще хочу насладиться светением друзья вот такой небольшой обзорчик обзорчик был беседки друзья возможно что-то еще смотрите ну как вот без этой красотки да муся ты красота как без этой красоты и как вот такой пятачок у меня беседка сделано по возможности ее заставила еще хочу конечно крупнолистный сюда принести немножко у меня здесь было обрезка вот обрезаю хвойные свои можжевельники формирую неваки вот ну вот такая простая это конечно такая задача когда нет опыта друзья но пока вот так наслаждаемся цветением обязательно покажу когда все это уже будет прямо в полном роспуске но так пока внешне конечно же ну вроде как сорта соответствует ликантроза точно сто процентов соответствует вот это вот было печь было печь тоже сто процентов соответствует вот это вот конечно же такая вот индивид к вроде должна быть красная но повторюсь друзья смотрела ролик где она реально может приобретать другие окраски и так думаю что садовник нас удивляет дает нам какие-то сюрпризы добавляя в те или иные сорта сульфат алюминия а потом мы ломаем голову тот ли этот сорт посмотрите какие соцветия так друзья это у нас роса glory это роса glory вот вот так вот рембрандт удивляет рембрандт поражает высота небольшая вынесла сюда чтобы он получил здесь максимум света и показал свое цветение по максимуму друзья на этом все всем хорошего дня всем пока пока